МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...два экспертных УЗИ-аппарата, энтоскопическое оборудование. И на сегодняшний день мы являемся одним из лучших учреждений здравоохранения Гомельской области. Сфера охоты здоровья – важная шанска социальной инфраструктуры и державы. От эффективности работы залежит самое дорогое – здоровье людей. Белорусская медицина за прошлые годы значно рухается на перед. Однако разом с укоронением самых наинувших технологий не требует забывать и про развитие системы оказания медпослуг на пошатковом узровне. Я надеюсь, что на этом собрании будут высказаны настоящие целевые направления движения нашего государства, в том числе и по здравоохранению. Будет длино большое внимание развитию высокотехнологичных операций, медицине, села и, прежде всего, первичному звену. Потому что без первичного звена не может быть никаких операций высокотехнологичных. Нагадаем, что на усебелорусском народном сходе Гомельскую область проставить 350 делегатов. Сегодня – Международный день обороны детей. Это свято было затвержено в 1949 году расшением Международной демократичной федерации женщин. Упершенью означалося в 1950-м. На Гомельшине с этой нагоды сегодня проходят шматлики мероприемств с организацией выстав детской творчести, пульнявых пляцовок по интересах и разностайными показальными выступлениями. Теперь уже был и поселок Остюковка. Зараз является новым микрорайоном областного центра. Тому и организованное тут свято с нагоды Международного дня обороны детей все лето вознашается масштабностью. До научальных установок Остюковки и ведомого далека за межами краины заслуженного коллектива Республики Беларусь, цирка имя Валерия Абеля, которые так само мая мясовую прописку, долучились некоторые школы областного центра. А про шатаго в программе, подрихтованной для детей и дорослых, продугледили показальные выступления Департамента Аховы. Специально до этого свято был промеркованный городский фестиваль по ветроплаванья, который упершенью прошел у Костюковцы. По словах организатора, сегодняшнее святошное мероприемство повинны створить у детей добрый настрой на все летние каникулы. Мы вместе здесь организуем этот праздник для детей. Мы соединяем все поколения взрослых детей и мучаем радостной, веселой жизнью. То есть лето, закончив учебный год, дети должны видеть свой праздник. Перед высшейшей эдукацией Беларуси открываются новые перспективы. В ИНУ Украины Евросоюза готовы поделиться с ними опытом по практике ориентованной подрихтовцы специалистов. Менавид об этом ишла размова по шанс дискуссии, проведенной в Гомеле. Дискуссии об тем, как получить эдукацию и практику, ведутся не первый год. И не только в Беларуси. Довгий час в нашей стране гучал аргумент на конт-переваге советской школы. А тому изменять нечто небыто не потребно. Помолковость таких подыходов стала зрозумелой с разведением рыночных относинов. Сегодня уже никому не потребны просто специалисты с дипломами, наводь червонами. Когда выпускник ВНУ, а дарванный от практики, в учить его нескольких годов никто не жадает. И это реальность, которую необходимо улучшать. Сегодня бизнес более требовательный к новым кадрам. И выпускники современных ВНУ уже не всегда могут, безусловно, найти работу. Им приходится доказывать свое право работать в какой-то более-менее приличной компании, где они смогут какие-то деньги получать. И мы хотели бы, чтобы образование, которое получали белорусские студенты, оно было бы более приближено к тем потребностям, которые существуют у бизнеса. Проблема практика ориентованного навучшания сегодня актуальна не только для нас. Для краин, где узровень беспрацов, если род молодей у разы перевышает белорусские покажики, яна куды больше в остраем. Разом с тем, гэты факт примусил активно шукать выезде, что дозволило выпрацывать шерох конкретных пропанул. Покуртяжка сказать, насколько примальными яны окажутся для Беларуси, али видовочна, что нам есть чему повучиться у инших. Увога лишь зараз, как прийти до некой одзиной думки, необходно у Себакова оценить ситуацию по некадких накерунках. По-перше, потребности предприемств в тем лику приватных, молодых специалистах. По-друге, махчимые шляхи взаимодействия бизнесу и высшейших научальных установ. Плюс удосконаливание самой системы бизнес-адугации с уликом сусветного опыта. После долучения в минулом годе Беларуси до балонского процесса и початка интеграции айчинной высшейшей адугации в европейскую систему, это стало еще больше махчимым. В Европе есть заинтересованность обмена опытом, передачи каких-то лучших практик и примеров. Так, например, в ноябре прошлого года приезжали в Беларусь представители Великой Хартии университетов и Совета Европы, чтобы провести семинар по имплементации балонской карты, которая есть для Беларуси. То есть они очень открыты к сотрудничеству и готовы помогать, где-то возможно. Олег Сентяров, Евген Поболовец, Игорь Марышенко, Беларадокомпания «Гомель». У городским поселку Октябрьске протягивается под рыхтока до фестивалю фольклорного мастатства «Берагиня-2016». Пакульен мае статус республиканского, а хоть селита у делу им принимают уже коллективы сями краинцвету. С программы «Свята» ознайомился Олег Сентяров. У першиню фестиваль «Берагиня» прошел в 1998 году, селита уже девятый по лику. Это уникальный фестиваль, який с мероприемства районного масштаба пераутворился в важную падею культурного життя Беларуси. В этом году сирот удельников – аутентичная гурты из нашей краины, а так само самобытная ваканауца в Сербии, Чехии, Порще, России, Литвы и Украины. Усяго у святочных выступлениях селита примуть у дел в почах 900 самодельных артистов. У зорной десячей коллективу Рудобецкой «Зорычке» – неазменный удельник «Берагиня». В опошний час состав, правда, значно изменился, а где тут все ровно сподяются на доброе выступление. Уречте, отременные ранее у знагороды, обовязывают. Лауреат, гран-при, диплом комиссии Республики Беларусь по справам ЮНЕСКО. Нашему ансамблю пошанцевало выступить перед президентом Уляскаевича Петриковского района. Александр Григорьевич дал высокую отзнаку нашей праце и сказал, что мы на правильном шляху, что дети проникаются в свою историю, краю своего, своими коронями, традиционной культурой. Основная задача Республиканского фестиваля «Берагиня» – поддержка народной творчести, захование мастерской культуры и долучение до фестиваля новых факторных коллективов. А сегодня география и его проведение. Одна зазоблилась у фестиваля «Берагиня» тем, что он проходит не только непосредственно в городском поселке Октябрьске. Все это, например, самодельные артисты наведуют вездки Светлогорского, Октябрьского и Калинкевского районов Гомельской области, а так само Грузского и Могилевской. Причем разом с белорусскими на сцену выйдут и замеженные коллективы. Фестиваль мастерства «Берагиня» пройдет с 23 по 26 червяня. При потребности Министерства культуры Беларуси и Гомельского облаконкама, а так само под патронатом ЮНЕСКО, в программе свято майстер-классы по народных спевах и танцах, круглый стол на контрразвитие в Беларуси поперного руха и навык рыцарские споборницы. Но самое главное – все-таки выступление коллективов. Для того, как трапить на фестиваль, им, до речи, пришлось пройти достатково строгий отбор. Делаем свой в районе отбор, области производят свои какие-то зональные отборочные туры. И, конечно, при приглашении зарубежных коллективов мы смотрим то, чтобы коллектив, конечно, соответствовал основным направлениям, жанру фестиваля. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Октябрьский район. Подрыхтовка до Республиканского фестиваля фольклорного мастерства «Берогене-2016» – поддержка культуры у регионных и работа сталиновитой молодью. Об этом и не только сегодня поди размова в программе «Диалог». Гостем студии будет начальник отдела идеологичной работы культуры и по справах молоди Октябрьского района «Канкама» Светлана Беразовская. Программа выйдет в эфир одночасова на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-шатыры». Восемнадцать годин сорок пять хвилин. Свои пытания вы можете задать потелефоновавшую по номеру промога эфиру «Гомели» семьдесят семь шестьдесят восемь сорок пять. До инших тем. Прогожая аллея шеи и разумная. Акция по такой назве прошла каля Гомельской областной библиотеке имя Ленина. И она была просвечена сусветному дню блондинок. Супрацовники библиотеки пропоновали жаншинам со светлым колером волосов отказать на шарах пытанию на огульную эрудицию. За правильные отказы давали символичный подарунок – поветранный шарик. Головная мета акции показает, что светлый колер волосов у жаншин не завсёдый предмет лёгкодумности. И еще одна акция под назвой «Обменяй цигарету на конфету» прошла каля областной библиотеке имя Ленина. Прогожая аллея шеи и волонтеры организации пропоновали прохожим обменять цигареты на конфеты. Раздавали материалы с парадами, як позбавиться от шкодной злышки. Специально для акции организаторы закупили 2 кг конфет. Кажут, что такой колькости опошней гады гапая. Гамельчане стали истотно меньше курить. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова